11 педагогов и 26 учащихся. Таков численный состав школы в поселке Большой Немныр Алданского района. В отдаленном поселке с населением 150 человек школа является с одной стороны культурно-образовательным центром, с другой она становится большой семьей. На уроках в малокомплектной школе побывала и моя коллега Татьяна Вахнина. Самым богатым на выдумки в школе поселка Большой Немныр считается пятый класс. Он самый многочисленный. Здесь пятеро учащихся. Никита и Леша – близнецы. Разыгрывать педагогов и товарищей мальчишки обожают. Сейчас урок русского языка. В расписании он предпоследний. Но по домам ребята разбегутся нескоро. После обеда начнутся занятия в секциях и кружках. Да, действительно, для маленького села, конечно, школа – это центр культурный, социоцентр, наверное. Поэтому большее время дети проводят именно здесь. Я думаю, они идут сюда, потому что здесь всегда их ждут тепло, уют и открытые сердца. 25-я школа носит статус малокомплектной. Здесь всего 26 учащихся. Валерий Колоналов приехал в Якутию из Алтайского края. Учитель истории и общества знаний для ребят – любимый тренер. Валерий Николаевич ведет занятия в спортивных секциях. У нас пять видов спортивных секций. Это у нас футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол и греко-римская борьба. В коллективе 25-й школы – 11 педагогов. Учитель информатики Александр Малышев – совместитель. Он ездит из Алдана в Немныр только на уроки. Учительница математики Маргарита Федоровна Гриневич – тоже алданка, но с сентября по май живет в Немныре. Нина Санджиевна Мучкаева приехала из Калмыкии два года назад. Суровый климат ей порекомендовали врачи. На севере ей понравилось. Здесь очень мало детей, но несмотря на разный возраст их, все дружат по-семейному, по-теплому. Несмотря на 10-летние, 7-летние, 16-летние, все одинаково понимают настолько близко друг друга. В 25-й школе по-домашнему тепло и уютно. Педагоги окружают каждого человечка вниманием и заботой. Ведь маленькая школа в отдаленном поселке – как большая семья.